Компания СТК – системный интегратор в области связи и автоматизации технологических процессов. Осуществляет комплексный подход в построении систем и решении задач заказчика. СТК – технологический партнер Тусура. Основана 10 лет назад выпускником радиотехнического факультета Андреем Савиным. Если в спорте есть первое, второе, третье место, то в предпринимательстве и в бизнесе нет второго, третьего места. Есть только один победитель – первое место. Есть две вещи – риск и азарт. Азарт – это когда ты видишь цель, есть у тебя определенные понимания и шаги в стратегии, но есть внешние факторы, которые могут повлиять на то, чтобы то или иное не произошло. А азарт – это когда ты бесцельно рассчитываешь только на удачу или еще на что. Так вот, я абсолютно не азартный человек, я больше рискованный человек. Нужно к вопросам подходить основательно каким-то, прорабатывать тщательно. Изучаю сначала предмет, насколько это возможно, а потом нужно действовать уже безотлагательно. Но цели нужно ставить. Желательно, нужно это научиться делать. Вот это я могу точно сказать. Уж правильные они будут, неправильные, можно поставить ошибиться, но все же лучше делать, чем не делать. Лучше сожалеть о том, что ты сделал, чем сожалеть о том, что ты этого не сделал. Я все-таки рекомендую научиться ставить цели немного выше своих возможностей на сегодняшний день. Тем самым это как в спорте, вы себя подстегиваете для того, чтобы достижать. Научиться правильно ее ставить, чтобы она была достижимой, но достаточно высокой. Системность. Системность в моем представлении это как раз определение умения выстроить последовательность, причинно-следственную связь и воздействие тех или иных факторов, которые могут повлиять на то или иное событие. Будь то это касается схемотехники, будь то это касается каких-то сложных механических систем, да и в жизни это то же самое. Тепло вспоминается. Не зря говорят, что это, наверное, самые такие прекрасные годы или золотые годы. Если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы ничего не менял. Может быть, единственное, что я бы себе сказал, более, так скажем, внимательнее к этому относился, это ко времени. Я пытался улучшить свои показатели, и так получилось, что последний день сессии и три экзамена, которые у меня стояли на пересдаче. Я распланировал так время, что сдав один, успел прийти зарегистрироваться на другой экзамен, сдал второй, побежал третий, и в итоге на следующий день я в деканат принес уже зачетку, ведомость с тремя сданными экзаменами за один день. Результаты очень много зависят от окружения, как ни странно. Ну, наверное, наполовину от окружения человека. Это люди, которые вокруг тебя, это обстановка, в которой ты находишься, это, наверное, страна, в которой ты живешь. То есть есть внешняя среда и внутренняя среда. Так вот, мы все привыкли, что на внешнюю среду мы не можем повлиять, на самом деле можем, и это нужно делать.